всем привет с вами Мария и Георгия Короленко компания Florarium Plants и сегодня мы будем делать не совсем обычный проект но вернее уже для нас немножко обычный мы будем с вами делать элементарный террариум для пустынных животных у нас тут появилась маленькая агамма и мы делаем условно для нее пока она его не перерастет на нашей глине калахари сейчас мы посмотрим как ей можно оформить прежде чем использовать глину эти сначала сделаем как обычно хардскейп террариум будем использовать рептика 45 45 45 абсолютно стандартный сверху решетка с крупной сеткой ничего переделывать не будем потому что и так сойдет подобрали несколько коряжек которые будем использовать декорации будем использовать не очень много дубовая коряжка старая сухая для пустыня хороший вариант это кусок пробкового цилиндра он будет использоваться как укрытие начнем тогда сразу расставляться ну вот как то так коряжка встала у нас в распор это довольно важно потому что глина к стеклу прилипает не настолько хорошо вот если коряжка будет болтаться вот она может отвалиться вместе с глиной поэтому либо коряжку мы заранее приклеиваем либо ставим так чтобы она сама по себе крепко держалась это будет укрытие вот мы его тоже снаружи замаскируем всякими камнями и глиной слой грунта будет у нас вот такой ну и конечно же здесь будут растения живые посмотрим кстати как когда мы с ними живется и пока маленькая думаю все будет норм вот когда подрастет возможно будет портить чтобы избежать вот таких вот больших полостей и не заполнять их глиной будем использовать крупные куски лавы потому что лава стоит дешевле и весит меньше чем глина вот иначе будет тот вес такой что это даже даем быть тяжело поднять крупные куски лавы закладываем вокруг потом тоже скрепим их глины и ок Продолжение следует... Продолжение следует... Большую полость засыпем более мелкими кусками лавы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наверное, хватит, чтобы глина тут все-таки схватила как-то. Продолжение следует... 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 Меньше... Меньше возвышенности... Более ровный... Более плоский... Му... Можно взять какую-нибудь камеру... Влажную облепить... Можно взять... Кусок коры использовать... В качестве укрытия... И его вмуровать... То есть... Здесь простор для творчества... Я думаю, что Гоша так кидает для того... Чтобы вот здесь максимально пробилась... Угу... А не потому, что он не любит глину. Видите, совсем другая картинка уже сразу. Пока, конечно, она непонятно, что. Но уже по-другому непонятно, что, чем было. У нас, кстати, уже почти все ведро и ушло. Две трети ушло. Знаете, есть художник, который рисует брызгами. Мы будем дизайнерами, которые рисуют брызгами. Брызгами, говно, что ли? Боже. Ну, похоже. Есть же такой художник, как я придумал. Избрансбой-то надо это, знаешь. Современное искусство оно такое. Сейчас я сниму это крупнопланом, чтобы вы понимали, как мне весело. Берете, размахиваетесь. И залепливаете. Как легло, так легло. А потом все это отмывать. Ничего не понятно на камеру, но в жизни уже выглядит вполне прилично. Ну, как куча грязи, которая должна засохнуть. На данный момент мы даже не все извели это ведро, получается. Видите, тут еще, не знаю, килограмма-два, наверное, осталось, судя по ощущению, вместе с водой. И сейчас мы будем делать дно. Так, смотрите, какой план действий. Сначала мы насыпаем некую подушку песка. Она будет и дренажом, и для того, чтобы использовать меньше глины. А сверху мы насыпем тонкий слой глины, около, ну, сантиметра, может быть, два. И зальем это водой, чтобы это все промокло как следует. И оставим сушиться на недельку, может быть, две. Конечно, пока мы будем в отпуске. Да. За это время все высохнет. Верхний тонкий слой глины потрескается и будет выглядеть как поверхность пустыни. Вы можете использовать эту же глину, либо она в порошковом виде, либо вы можете использовать любой другой субстрат, который нужен вашему животному. Ну, то есть не обязательно делать как мы, мы сейчас уже извращаемся. Мы просто хотим потрескавшуюся землю. Нам нравится, как это выглядит. Вот. Самое главное, берите субстрат такой, чтобы ваше животное им не подавилось и не заглотило. Ну вот, мы возьмем. Это мелкий песок. Для песочницы, для детей покупали. Он будет на самом дне. Вот. А если животное вдруг сожрет кусок глины, он прекрасно растворится. В желудке от влаги выйдет естественным путем. Ну и песок тоже этот мелкий. Я надеюсь, что наша агама не настолько безумна, чтобы им подавиться. Выемку под растение сделаем уже потом. Непосредственно перед посадкой. Вот на самом деле весь этот процесс занял у нас, наверное, минут 10. По факту, если честно, мы больше обсуждали перед роликом, что мы будем делать. И спорили, как лучше нам сделать. Потому что изначально мы планировали делать такие террариумы с искусственными растениями. Но, похоже, шиза это с нами навсегда. И в итоге мы решили посадить туда живые. И попробовать подержать с ними. Поэтому немножко конструкция усложняется. А если вы будете использовать искусственные растения, то вам вообще не надо заморачиваться. То есть вы просто делаете то, что есть, сажаете растения, расставляете. И на самом деле дня через два это все уже покрывается коркой. И можно совершенно спокойно сажать животных. Животных на самом деле можно и раньше сажать. Но надо, чтобы глина хотя бы чуть-чуть сверху схватилась. Видите, мы для большей натуральности еще этим песочком немножко облепили лаву с глиной. Ну, так, значит, чтобы было поприроднее немножко. Давай. Пришло время огурца и агамы. У нас, видите, что происходит? У нас вообще нет рабочего пространства. Вот. Мы тут пытаемся ютиться. Уже вынуждены были поставить несчастную агамятник на... Блин, на рабочий стол. В смысле, на фотографический стол. Для стол фотографий. Великомогуч русский язык. Горшок нам нужен другой. Или вообще он не нужен? Вот. Сейчас мы будем сажать растения. Боже, нашел себе лоток. Сейчас будет ни у кого. Сейчас я в него. Так. Ну что? Я же это потом не буду убирать. В общем. Горшок готов. Она долго ждала своего часа. Уже сбежала из горшка. Переводим ее в порядок. Так. Ну, мало ей горшочка. Может, трат подели? Да, может, трат подели. О, наш грунт для суккулентов. Он очень классный. Мы в него уже много чего сажали. Здесь циолит, глинозем, торф, уголь, кварц. Черт только нету. В общем, еще всякие ингредиенты. Типа там чешуя дракона и прочее. Комментарий излишний куст. Песочком обратно зацепим все вокруг. А ты дренажное отверстие не стал делать, да? Нет. Значит, надо будет очень аккуратно поливать. В принципе, можно было бы сделать и дренажное отверстие, но тогда бы вода попадала вот сюда. Здесь было бы тоже мокро. В таких террариумах сложно с поливом. Вот такой у нас пока получается террариум. Давайте посмотрим поближе на фактуру. Халахари у нас поливки нету? Нет. Посыпаем все это той же самой халахари для красоты. Ну и чтобы, если животное съест, чтобы оно из нее вышло. Так как там глина, то животное не подавится, не будет закупорки. Хватит пока. Да хватит. Мне кажется, даже много. Вот этот самый верх. Закапываем нору. На самом деле, сейчас мы будем делать влажную камеру для нее. Немножко кладем песочкой на дно, чтобы было депо излишней ваги, если вдруг случится перелив. Ну и заодно так немножко поестественнее будет смотреться. Теперь, собственно, помещаем сфагну. И надо все это сделать красиво. Горяжечкой. О, отлично стало, кстати, очень хорошо. Немножко загримировали вход. Сейчас будем приклеивать корягу духовничную. Цианокрилатым клеем с активатором. И теперь пшикаем активатором. Несколько минут неприятно попахнет, а потом вполне все готово. Сейчас, правда, белое пятно останется. Там можно блинкой присыпать. Довольно. Ну, такая штука у нас вошла. Мне кажется, пора заселить Васю. Вася. Вася возвращается. Вроде как это самка. Да? Василиса. Так. Привет, друг. Мы сделали тебе новый дом. Это наш маленький малыш. Ну, давай, малыш. Поселяйся. Побежал. Че-то он пытается нам сказать, что маловато хорома. Но это временное решение, пока он не подрос. Потом мы сделаем ему новый террариум, а здесь, наверное, будет жить какой-нибудь иублефар, или пустынный скорпион. Вот. Или еще какая-нибудь нечисть. Сейчас надо повесить лампочку, переставить террариум на положенное место, которое еще надо найти. Почему? Там же. Там же? Хорошо. Сейчас будем перетаскивать. Ну что, глина Калахари показывает себя хорошо. Из нее можно собрать террариум. Она прекрасно работает. Вы видели, что это не так сложно. Ну что, Василиса, говори всем пока. Пока. Ссылку на нашу глину Калахари мы оставим в описании. И ее можно будет приобрести у нас в магазине. Или же она продается сейчас на Озоне. Всем пока. До новых встреч.